Вы неоднократно в интервью говорили, что вы поддерживаете присоединение Крыма к России. Да, я могу сказать, что я была не один раз в Крыму на гастролях сейчас. Я слышала кое-какие нелицеприятные вещи, но все говорили, господи, спасибо, что не стреляют. Мы, честно, там, тремя руками, мы все, чтобы быть в России. Послушайте, ну, у вас же дочь в Киеве живет. Да, и живет. Поэтому у меня дочь в Киеве, потому что ничего, я не вижу страшного. То есть те страшные моменты, которые были в Киеве... Но киевляне считают, что мы оккупируем сейчас эту территорию. Какие киевляне? Ну, почему же я живу столько киевлян, но несколько тысяч человек я знаю точно, и я учился. И что, они говорят, да бог с ним? Никто не говорил, что русские что-то оккупировали. Они говорят, что у них козел управляет, что народ вообще дошел до обнищания, и что одна власть скоты, вторая скоты. Они говорят такие вещи про то, что... и снимают сериалы про то, что у них происходит. И вы смеют это. Единственное, что у них еще как-то это позволительно на телевидении. У нас такие шутки бы не прошли. Я считаю, что дом, который я построил в Болгарии, меня устраивает абсолютно. Покой, здоровая пища, экология потрясающая, нет никаких раздражителей, ну, очень много позитивного. Я знаю, где грязное море, но я знаю, где оно чистое. А в Крыму я вот не хочу искать, где оно чистое. Я дом для того, чтобы отдыхать. А в Крыму я не понимаю, как я там отдыхать буду. Мне не нравится. Мне нравится, например, Ялта как памятник архитектуры, мне нравятся дворцы, мне нравится, я там чувствую Чехова, но жить я там не хочу. Субтитры сделал DimaTorzok